Хочу передать слово инициатору Национальной платформы «Женщины за мир» Народному депутату Наталье Королевской. Милые и дорогие женщины, спасибо большое. Спасибо, что вы нашли время, силы, возможность сегодня встретиться здесь, в парламенте. Вопрос, который мы с вами запланировали обсудить, это проект бюджета на 2018 год. Почему это так важно? И у нас с вами есть два пути. Первый путь – это ничего не делать. Это критиковать, протестовать, возмущаться, но никак не повлиять на процесс. И второй путь, который мы предложили сегодня, собравшись здесь, это объединить все наши усилия и все наши возможности. Каждый из вас, в большинстве своем, это женщины-депутаты. Депутаты разных уровней, от местных советов до Верховной Рады. Каждый из нас наделили правом тысячи, десятки, сотни тысяч людей представлять их интересы, защищать сегодня их права. И сотни тысяч женщин делегировали сегодня вас представлять их интересы здесь, в парламенте для того, чтобы разработать совместный, альтернативный бюджет и показать женский взгляд, как мы можем сделать Украину в 2018 году более успешной. У нас четвертый год идет война. Четвертый год мы видим бюджеты войны, когда сокращаются социальные пособия, сокращаются выплаты, урезаются все возможные помощи. Людей лишают всех их заслуженных льгот. И мы понимаем, и все люди входили в это положение, что нужно потерпеть, нужно сжаться, нужно найти возможность, чтобы поднять обороноспособность нашей страны. И за четыре года мы видим, что, да, обороноспособность у нас стала намного серьезнее. И что 2018 год, пятый год, это должен быть годом перехода от войны к миру. И мы должны увидеть проект бюджета, который принесет мир в страну, и который позволит людям увидеть будущее, увидеть свет в конце туннеля, получить надежду, веру в то, что наконец-то мы стали на путь благополучия, что у нас есть шанс выйти из сложившейся ситуации. Потому что, к сожалению, за эти годы у многих людей произошло колоссальнейшее разочарование. И вы это сами прекрасно знаете. Мы видели сейчас фильм, мы знаем, что говорят люди. И вот наша сегодня главная миссия, это предложить ту альтернативу и наше видение, как сформировать правильный бюджет. В то время, когда денег мы знаем мало. Мы понимаем, что экономика в стране в очень тяжелом положении. Мы понимаем, что действительно ресурсов не хватает. И наша задача найти баланс между человеческой безопасностью и обороноспособностью нашей страны. Ну, и мы, как каждая, любая женщина, знает и хорошо понимает, как распределять свой домашний бюджет. Как вот поделить свой кошелек. Ну, вот я уверена, что все вы согласитесь. Но никогда мудрая женщина не купит себе сережки, если ребенок не накормленный. Никогда женщина не потратит деньги на какие-то свои нужды, да даже на губную помаду, если она знает, что ребенка не во что обуть в зиму. Это наша психология, это наш менталитет, это вот наша человеческая женская сущность. Но когда мы изучаем проект бюджета на 2018 год, я вижу в предложении правительства потратить деньги на ремонт Марининского дворца, либо потратить на программу выробниц для дорогоцених каминьев, либо еще на что-то. То меня в первую очередь, как женщину, это крайне удивляет. Но в то время, когда люди в стране реально голодают, в то время, когда тем мизерные пенсии, социальные пособия не дают возможности человеку выжить, правительство предлагает тратить деньги на какие-то не совсем понятные своевременные проекты, вот тут я считаю, мы этого не имеем права допустить. И поэтому тот проект, который изучали наши женщины, и то, что готовили альтернативы, и розданный у вас папка, он построен на том, чтобы существующие возможности и ресурсы распределить таким образом, чтобы убрать неэффективные статьи затрат, пересмотреть и показать реальные макропоказатели, и тот ресурс, который есть в нашей стране, в следующем году использовать с целью мира и благополучия. И вот в этом случае я очень-очень доверяю нашим женщинам, потому что они, как никто другой, знают, как правильно сегодня защитить детей, защитить мамочек, защитить наших пенсионеров. И я также уверена, что защитив сегодня детей, женщин и наших стариков, мы защитим Украину в будущем. Спасибо, что вы есть, и предлагаю начать наше обсуждение.